Добрый день. 14 апреля в период с 3 часов 42 минут до 5 часов 10 минут московского времени по военным и гражданским объектам Сирийской Арабской Республики воздушными и морскими носителями США и их союзниками нанесен ракетный удар. Российскими системами противовоздушной обороны на базах МИМИМ и Тартус своевременно выявлялись и контролировались все пуски ракет как с морских, так и с воздушных носителей США и Великобритания. Анонсированное участие французской авиации не зафиксировано. Задействовались самолеты военно-воздушных сил США F-15, F-16, а также самолеты ВВС Великобритании «Торнадо» над акваторией Средиземного моря. Корабли американских военно-морских сил «Лабун» и «Монтерей» из акватории Красного моря. Стратегические бомбардировщики Б-1Б заходили на объекты ударов над сирийской территорией в районе Эт-Танф, незаконно удерживаемом США. Ракетно-бомбовому удару подвергся ряд сирийских военных аэродромов, промышленных и научно-исследовательских объектов. По предварительным данным, жертв среди мирного населения и военнослужащих сирийской армии нет. Сведения будут уточняться и доводиться до общественности. По имеющейся информации, всего было применено 103 крылатые ракеты, в том числе морского базирования «Тамагавк», а также управляемые авиабомбы «Джи-Би-Ю-38» самолетов «Б-1Б». Самолеты «Ф-15», «Ф-16» применили ракеты «Воздух-Земля». Самолетами «Торнадо» британских ВВС выпущено 8 ракет «Скалп» и «Джей». Сирийскими средствами противовоздушной обороны, основу которых составляют комплексы ПВО советского производства, успешно отражены удары авиационных и морских средств поражения. Перехвачена 71 крылатая ракета. В отражение ракетного удара были задействованы сирийские средства ПВО С-125, С-200, БУК, Квадрат и ОСА. Это свидетельствует о высокой эффективности находящегося у Сирии вооружения и отличной выучке сирийских военнослужащих, подготовленных нашими специалистами. За последние полтора года Россия полностью восстановила систему противовоздушной обороны Сирии и продолжает ее совершенствовать. Хотел бы заметить, что несколько лет назад, учитывая настоятельную просьбу некоторых наших западных партнеров, мы отказались от поставок в Сирию зенитно-ракетных систем С-300. С учетом произошедшего, считаем возможным вернуться к рассмотрению этого вопроса и не только в отношении Сирии, но и других государств. Целями удара были в том числе и авиационные базы сирийских ВВС. Данные объективного контроля говорят о следующем. По аэродрому Дювали в ударе участвовало 4 ракеты, все сбиты. По аэродрому Думейр 12 ракет, все сбиты. По аэродрому Блей 18 ракет, все сбиты. По аэродрому Шайрат 12 ракет, все сбиты. Аэродромы не пострадали. Из 9 ракет, запущенных по неиспользуемому аэродрому Меззе, сбито 5. Из 16 ракет по аэродрому Хомс уничтожено 13. Серьезных разрушений не наблюдается. 30 ракет участвовало в ударе по объектам в районе населенных пунктов Барза и Джарамани. Из них 7 ракет сбито. Эти объекты, якобы имевшие отношение к так называемой военно-химической программе Дамаска, частично разрушены. При этом они давно не используются, людей и оборудования на них не было. Российские силы противовоздушной обороны были переведены в боевой режим работы. Истребительная авиация осуществляет дежурство в воздухе. Ни одна из крылатых ракет в зону российских средств ПВО не входила. Наши противовоздушные комплексы не применялись. Считаем, что данный удар не ответ на мнимую химическую атаку, а реакция на успехи сирийских вооруженных сил в борьбе по освобождению своей территории от международного терроризма. При этом удар нанесен именно в тот день, когда в Дамаске должна приступить к работе специальная миссия ОСХО по расследованию инцидента в городе Дума, где якобы было применено химическое оружие. Хочу особо обратить ваше внимание, что никаких объектов по производству химического оружия в Сирии нет, что было зафиксировано организацией по запрещению химического оружия. Этот факт американской агрессии свидетельствует о незаинтересованности США в объективности проводимого расследования, стремлении сорвать процесс мирного урегулирования в Сирии и дестабилизировать обстановку в ближневосточном регионе и не имеет ничего общего с заявленными целями по борьбе с международным терроризмом. В настоящее время обстановка в Дамаске и других населенных пунктах Сирии нами оценивается как спокойная. Это вы можете наблюдать в режиме реального времени на экранах. Мы внимательно отслеживаем складывающуюся там ситуацию. Благодарю за внимание. Продолжение следует...